Шарль-Анжелик Юшел-Абедайер, французский дворянин, граф, военачальник времен Первой империи. Биография. В 20 лет поступил на военную службу. В 1806-1807 годах участвовал в войнах с Россией в Польше и Пруссии. Был назначен адъютантом к маршалу Ланну. В 1808 году сражался в Испании и был ранен при Туделе. В Исдроев в 1809 году находился в штабе принца Евгения Багарна. И за отличие был назначен командиром 112-го линейного полка. В 1813 году отличился при Люцене и Бауцене и был ранен при Кольберге. После первого отречения Наполеона и реставрации Бурбонов Лобедайер снова вступил в армию. Ему был пожалован Орден Святого Людовика и он был отправлен в Гренобль командовать 7-й линейным полком. В марте 1815 года, когда император вернулся с Эльбы, Лобедайер примкнул к нему с частью своего полка и своим примером увлек всю армию. Он был назначен бригадным генералом и включен в число перов. Франции сражался в битве при Ватерлоо в качестве генерала-детант императора. Затем поспешил в Париж, где на заседании палаты перов 22 июня резко возражал против Бурбонов, отстаивая наследственные права Наполеона II. После второй реставрации Лобедайер намеревался бежать в Америку, однако вернулся в Париж, чтобы участвовать в заговоре против Бурбонов. 2 августа 1815 года генерал был арестован, передан военному суду и, несмотря на защиту Бенджамина Констана, осужден и расстрелян. Проявив при расстреле необычайную твердость похоронен на кладбище Перла-Шес, Наполеон завещал детям Лобедайера 150 тысяч франков. Образ в искусстве. В советско-итальянском художественном фильме «Ватерлоо» образ Лобедайера создал французский актер Филипп Форке.